Что будет в новом выпуске Стамбульская невеста? Прежде всего не забудьте поставить лайк нашему видео. К эсме приходят гости из ассоциации. Придя посплетничать о фикрете и пеке, они внезапно слышат о мурате и баде. Сплетни и инсинуации меняют направление. Домработница не выдерживает этих инсинуаций и говорит, что хочет уйти из дома. Во время разговора она говорит, что Сурея и Фарук все равно пойдут, и они с мужем пойдут с ними. Эсма расстроена этой ситуацией и обвиняет сына и невестку в том, что они делают что-то за ее спиной в первом же месте, где она их видит. Странный, он хочет поехать в отпуск с эсмой. Пока эсма не знает, что и как оправдаться, она вдруг решает поехать в отпуск, когда все эти плохие новости приходят одна за другой. Когда в броне происходит путаница, они ночуют в одной комнате, в одной постели. Кто-то из местных видит их в ресторане. У ады, дочери и пека и фикрета поднимается температура. Когда семья не может снизить температуру, чтобы они не делали, они идут в больницу. Они также сообщают фикрету. Врач что-то подозревает и делает тест. Оказывается, у ады редкая анемия. Процесс лечения был долгим и трудным. Если он не реагирует на лечение, требуется трансплантация костного мозга. Все было бы проще, если бы у ады был брат или сестра. Осман, с другой стороны, не может поговорить со своим братом и принимает предложение о работе от его компании, которая потребует от него пробыть за границей в течение двух лет. Он рассказывает об этом Сурее, которую видит дома. Сурея также рассказывает Фарук. Фарук в замешательстве. Несмотря на то, что мне понравился этот эпизод, больше всего для меня след в нем оставили те сцены, когда Сурея осознала, насколько правдивыми были некоторые слова Делары после ее ссоры с Деларой. Самые трудные конфликты человека всегда происходят с самим собой, и именно так произошло с Суреей. Да, ему было тяжело находиться на грани потери лучшего друга, сестры Делары, и это его очень ранило, но что его действительно расстраивало, так это то, что Делара обвинила его в том, что он продает свои мечты. Когда она услышала вопрос, как давно вы выходили на сцену и спели песню, Сурея поняла, насколько далеко она отошла от своей мечты. Может быть, она делала это несознательно и не по своей воле, но ее приоритетом всегда был Фарук, что происходило в особняке, а она даже время от времени становилась Эсмой Султан, но не она сама. Сначала она высмеивала мысль о том, что невесте барана неуместно выходить на сцену, сопротивлялась этому, но в конце концов поняла, что приняла это. Однако человек не может изменить то, что у него внутри, и Сурея наконец вспомнила, что она не та женщина, которая будет оставаться дома и отправляться в путешествие со Смаханым, и рассказала об этом Фаруку несколько месяцев спустя. Разве Смаханым не подошла в самый разгар разговора и не сказала, ты стал полным бараном? Наверное, нет большего оскорбления, которое можно было бы нанести Сурее. Если услышать, что ты баран от женщины, которая превратила жизнь барана в кошмар, не является величайшим предательством самой себя, то что. Так что же сделал Фарук? Музыкант взял арфу и снова заиграл песню Сурея. Мой дорогой Фарук, ты не можешь поступать таким образом каждый раз, когда попадаешь в беду. Вы не можете каждый раз искать убежище в любви между вами. Ты примешь Сурею такой, какая она есть, только так ты сможешь быть по-настоящему счастливой. Эти отношения будут работать только в том случае, если вы оба свободно живете своей природой. Конечно, единственный инцидент Фарука в этом эпизоде был не с Суреей. Поскольку он был таким всезнайкой, он пошел к Адему и взял с собой барбеку, музыкантов и других братьев баран. Рана Адема настолько глубока, что я, конечно, не ожидаю, что Фарук даже приблизится к ее пониманию, но я был бы очень рад, если бы он проявил некоторое уважение к этому вопросу. Интересно, какая это будет мазь, чтобы напомнить Адаму о жизни, которую он упустил, и залечить эту рану. Как ты думаешь, что ты делаешь, Фарук? Теперь, когда я узнал тебя, я вижу, что ты на самом деле маленькая Исма Султан. Честно говоря, у меня нет слов, чтобы сказать Феррату Танышу, человеку, который тронул наше сердце каждым взглядом, каждым словом, каждым тоном своего голоса. Господин Феррат, за последние недели вы буквально совершили покушение на нашу жизнь. Я молился, чтобы Адам был очень счастлив. Пусть Бог заставит тебя поверить. Вы играете, мы всегда будем смотреть. Перейдем к самым романтическим частям эпизода. Исма, узнавшая, что Нургуль, один из людей, которым она доверяла больше всего в жизни, возможно, самый доверенный собирается покинуть ее, если бы я только понимала, что в этом такого удивительного, наконец решила жить своей жизнью и отдать мир другим. Конечно, он не называет это предоставлением душевного спокойствия, он определяет это как преподавание необходимого урока неблагодарной группе людей. В любом случае, на этой неделе мы будем говорить об Эсме не об этом. Я хотел бы поговорить об Эсме, которой по иронии судьбы пришлось остаться в гостиничном номере со своим любимым, и, вероятно, у нее был самый спокойный сон за последние годы. Как уместно и приятно, когда каждого любят. Пусть Эсма и Гариб будут очень счастливы, они этого заслуживают несмотря ни на что. Самые худшие новости об этом эпизоде пришли от Ады. Ада, чей врач заподозрил заболевание крови и сказал, я бы не беспокоилась так, если бы у нее был брат или сестра, по поводу возможной необходимости трансплантации костного мозга, оставила своих родителей с сильной болью и трудным решением. Конечно, нет ничего, чего бы они не сделали для своих детей, и существует высокая вероятность того, что они попытаются завести брата или сестру, что бы ни случилось между ними. На самом деле это банальная ситуация для сериала, но я настолько уверен в команде Истанбулу Джилен, что уверен, что здесь тоже будут вещи, о которых мы не подумали. Это также может быть очень небольшая проблема, но, например, когда они обращаются к врачам, добавляя к своему имени слово «брат», на наших глазах внезапно создается мир. Он уважаемый врач в Бурсе, вероятно, провел в его руках детство обоих, а теперь заботится об их детях. Ипек составляет новый план и встречается с братом Эсре. Это провоцирует мужчину и заставляет его напасть. Кто-то их фотографирует. Затем он идет и получает сообщение о нападении и угрожает пойти к Эсре и посадить ее брата в тюрьму. Эсра беспомощно соглашается и говорит, что пойдет к своей семье и вернется, не рассказав Фикрету о том, что произошло. В эту ночь они проведут вместе с Фикретом. На этом наше видео «Стамбульская невеста» закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео. Пока!